Добро пожаловать в студию Докоскопи ТВ в Женеве. Сегодня у нас в гостях Франсуа Нордов из BCP-банка. Мы поговорим о геополитических проблемах Ближнего Востока и об экономических последствиях этого кризиса. Франсуа, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Расскажите вкратце о текущих геополитических проблемах Ближнего Востока. Недавно возникла ещё одна проблема, кроме всем известных волнений в Ираке и Сирии. Сейчас на арену выходят новые партнёры, и они также вступают в дискуссию. Я говорю о России и Иране. Ранее они были исключены из этой геополитической ситуации, так как у них были другие цели и приоритеты. Недавно Германия заявила, что примет 800 тысяч мигрантов. При этом Хорватия полностью закрыла границы для мигрантов. Какое влияние это окажет на экономику этих стран? На самом деле, в долгосрочной перспективе приток мигрантов – это, как правило, хорошо для экономики и финансового рынка. И это имеет немалое значение для институциональных инвесторов, например, для страховых компаний. Как правило, они размещают инвестиции на срок от 20 лет. А эти мигранты смогут адаптироваться и полностью интегрироваться только через несколько поколений. На данный момент большая часть людей, которые хотят приехать в Германию из Сирии, Ирака или Афганистана, имеют хоть и не высшее академическое образование, но хотя бы профессиональное образование. И такая миграция только приветствуется в каждой стране, не только в Германии. Но в Германии особенно, так как в этой стране сейчас очень низкий уровень безработицы, а в некоторых сферах экономики даже не хватает рабочей силы. А поток мигрантов сможет легко влиться на рынок труда Германии. Если взять пример южноевропейских стран, таких как Италия, то приезжая рабочая сила составит конкуренцию местной рабочей силе. И, скорее всего, население этих стран негативно воспримет такие перемены, особенно те люди, которые до сих пор не могут найти работу. Разница между странами Северной и Южной Европы в том, что на севере, например, в Голландии или Англии, уровень безработицы гораздо ниже, чем на юге, например, в Италии, Франции, Испании или Португалии. Какое влияние на финансовый сектор окажет текущий геополитический кризис? На самом деле этот кризис не оказывает никакого влияния на финансовые рынки, так как поток беженцев – это только фактор стоимости для любой страны. Но существует общий европейский бюджет, который должен позаботиться о мигрантах. Кроме того, стоимость размещения людей в безопасные регионы не превышает бюджетные возможности даже таких стран, как Греция или Италия. Хотя в этих странах ситуация с бюджетом довольно напряженная. Это не такая уж большая проблема для этих стран. Как я уже говорил ранее, этот кризис окажет влияние на финансовый рынок только в том случае, если ситуация в Сирии и Ираке будет ухудшаться в будущем. Если война и волнение в Сирии распространятся на Иорданию, или даже частично на Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия – это довольно большая страна, которая и так находится на границе с нестабильным Йеменом. Это уже окажет гораздо большее влияние на финансовые рынки в краткосрочной перспективе. И если инвесторы даже исключат возможность эскалации этих конфликтов на Ближнем Востоке, то все равно открытым остается вопрос о стоимости нефти. На данный момент стоимость нефти – это не проблема, так как у нас есть обширные запасы этого ресурса во всем мире. Многие страны продолжают добывать значительные объемы нефти. Сейчас ситуация в мире отличается от той, которая была в 1972, 1979 и даже в начале 2000 года. Ситуация с ценами на нефть, в принципе, находится под контролем. И мы не ожидаем резкого повышения цен на этот ресурс, даже в случае ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Франсуа, спасибо, что пришли к нам сегодня и поделились своим мнением по этому поводу. И вам спасибо. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы подготовили для вас еще множество интересных программ. Всего доброго. Субтитры делал DimaTorzok